Светитель Тихон Как я начал себя помнить, рассказывал святитель, в доме при матери нашей было нас четыре брата и две сестры. Большой брат исполнял дьячкову должность. Средний же был взят в военную службу, а мы все еще малы были и в великой жили бедности. И потому мать наша в великом прискорбии была о воспитании нашем. Когда Тимофей подрос настолько, что смог работать, он нанялся к соседу. А как в доме есть нечего, то я у богатого мужика во весь день бывала бараню-пашню, чтобы только богатый мужик хлебом накормил. Вот в какой нужде воспитывался я, рассказывал святитель. Светитель Тихон Светитель Тихон Светитель Тихон В семье Светитель Тихон 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 Светитель Светитель Тихон Светитель Тихон Светитель Тихон Светитель Тихон Светитель Тихон Светитель Тихон To Возвращение в душе страха Божия и есть начало мудрости христианской. В сентябре 1754 года Тимофей получил официально должность учителя греческого языка при семинарии. В ноябре же к прежнему предмету его преподавания прибавлен был новый – риторика. Настал, наконец, день, когда будущее его казалось обеспеченным, и он мог помогать своим родным. Прежде всего, он вызвал к себе в Новгород свою старшую сестру – вдову, чтобы избавить ее от тех тяжелых и унизительных работ, которыми она доставляла себе пропитание. Она мыла полы у богатых людей и скудной платы за то жила. Но напрасно родственники упрашивали его выйти на какое-нибудь священническое место. Он отказался, как отказался и жениться. Мы прекрасно знаем, каково было состояние его души благодаря воспоминаниям его келейников, служивших ему в Задонске – Василия Чеботарева и Ивана Ефимова. Они содержат подробное описание жизни святителя в Задонске, а также несколько его собственных рассказов о детских и юношеских годах. Судя по этим свидетельствам, одной из характерных черт юного Тимофея в годы учительства было сознание непрерывного предстояния Богу, откуда и отдание всего себя целиком – воли провидения. Не раз почувствовал он на себе проявление воли Божьей. О двух случаях святитель часто любил вспоминать. Однажды, взойдя на церковную колокольню, он случайно схватился рукой за перила. В ту же минуту они обвалились, а Тимофей был отброшен к колоколам, где и упал полумертвый от страха. В другой раз, тоже в бытность свою преподавателем, он ехал верхом на лошади. Вдруг лошадь стала так его бить, что седло свернулось, и он упал на землю, причем одна нога его запуталась в стремени. Опасность была очевидная, но Господь и здесь, видимо, сохранил его. Взбесившаяся лошадь вдруг остановилась, как будто усмиренная кем, и Тимофей остался невредимым. Другая черта, характерная для Тимофея, это его любовь к уединению и стремление к богомыслию и созерцательной жизни. Еще в семинарии душа его, отрываясь от жестокой действительности, любила молитвенно уходить ввысь. Уже тогда он любил ночное время без сна провождать, а занимался либо чтением душеполезных книг, либо душеспасительными размышлениями. Летней ночью любил он, выйдя из комнаты, стоя размышлять о вечном блаженстве. Будучи ректором семинарии в Твери, Тихон мечтал построить в монастырской вотчине келью и удалиться в нее для подвигов безмолвия, молитвы и душеспасительных размышлений. Такая любовь к богомысленному созерцанию дала возможность духовным очам его узреть видение. Однажды ночью, по привычке, он бодрствовал, размышляя на крыльце. Вдруг увидел, что небеса разверзлись, и там такое сияние и светлость, что бренным языком сказать и умом понять никак невозможно. То только сияние было кратко, почти одноминутно. И паки небеса натурально в своем виде стали. И я от чудного видения более горячее возымел желание к уединенной жизни, и долго после оного чудного видения чувствовал и восхищался умом. Да и ныне, когда вспомню то, ощущаю в сердце моем некое веселье. Подобное состояние духа не могло найти себе выхода иного, кроме монастыря. Это и избрал Тимофей Савельевич, будущий святитель Тихон. 10 апреля 1758 года он был пострижен в монахи и наречен Тихоном. В Фомино воскресенье Тихона рукоположили в аэродиакона, а летом в аэромонаха. Осенью того же года он был назначен преподавателем философии, а в январе месяца префектом семинарии. Год спустя, по просьбе архиепископа Тверского, пожелавшего назначить его ректором Свято-Троицкой семинарии и настоятелем Отроча монастыря, Тихон был уволен из Новгорода и отдан в распоряжение преосвященного Афанасия, архиепископа Тверского, который немедленно и назначил его на новую должность. Здесь, на новом месте, как и раньше в семинарии, Тихон продолжал развивать привычные с детства добродетели – смирение и кротость. Однажды в бытность свою архимандритом и ректором Тверской семинарии получил он через сторожа приказ немедленно сесть в поданную коляску и ехать в архиерейский дом. Непрекослове, он смиренно исполнил приказание и, не дослушав вечерний, поехал в архиерейский дом, но дорогою едучи, чувствовал в сердце своем печаль и радость, ибо некоторые из архиерейского дома были недоброжелательны, и думал, нет ли от них каких-либо клевет на него, архиерею. Так искушалось его терпение, и Тихон смиренно покорялся. Прошло три года, после чего архиепископ Новгородский пожелал вновь вернуть к себе Тихона и сделать его своим викарием. Тихон, по его собственным словам, никогда не мыслил о всем важном сане, но Всевышнего судьбе так угодно, что есть недостойный епископ. Он не перечил этому назначению, хотя у него мысли были непременно куда-нибудь удалиться в пустынный монастырь и проводить уединенную жизнь. Обливаясь слезами, простился Тихон с Тверской и братьей и выехал в Петербург, где 11 мая 1761 года был назначен епископом Кексгольмским и Ладожским и викарием архиепископа Новгородского. Два дня спустя, 13 мая, была его хератония в Петропавловском соборе. Будучи назначен новгородским викарием, Тихон возвратился на жительство в город, где провел свою юность. По обычаю, новый архипастырь был торжественно встречен новгородским духовенством при колокольном звоне. Весь город ликовал, что один из его сынов удостоился высокого звания епископа. Среди встречающих Тихона было много его старых товарищей по школе. В то время иные из них священниками и диаконами были. Они же и пришли ко мне по обыкновению для принятия благословения. Но я им сказал, вы, братцы, смеялись надо мною, когда были малолетними детьми и ошметками на меня махали, теперь же и кадилами будете кадить. А они сказали мне, прости, владыка святый, я же сказал им, я шутя вам говорю, братцы. В Новгороде же Тихон встретился со своей сестрой, плакавшей от радости. Бедная сестра вскоре умерла, и сам святитель отпевал ее. 3 февраля 1763 года Екатерина Великая сама избрала святителя, хотя имя его не значило в списке кандидатов, и назначило его на должность епископа городов Ельца и Воронежа, который еще в эпоху Петра Великого был прославлен святителем Митрофаном Воронежским. 14 мая 1763 года Тихон прибыл в Воронеж и вступил в свои права. Его епархия была в то время одной из самых обширных в России и весьма трудной для управления. За последние 80 лет население ее стало смешанным. Казаки, украинцы, бывшие крепостные люди, бежавшие от господских наказаний, великороссы, перемещенные из центральной России. Весь этот люд жил на берегах Дона в атмосфере беспорядков и распущенных нравов, с которыми Тихону пришлось бороться в течение всего срока его епископства. Один из местных историков называет Воронежскую епархию времен святителя Тихона краем полуязыческим, полуварварским. Внешнее управление епархии, если и было кое-как налажено, то оставалось проделать всю работу нравственного и религиозного просвещения. С первых же шагов на архиерейском поприще святитель Тихон сразу выделился из всех современных ему епископов. Он пробыл на Воронежской кафедре только 4 года и 7 месяцев, но его деятельность как администратора, педагога, духовного наставника была необычайной. Прежде всего, он взялся за преобразование и воспитание духовенства, которое было в высшей степени невежественным и нерадивым. Его первая проповедь на 17-й день по приезде была на тему об отборе ставленников, кандидатов в священники. Он просил прихожан выбирать людей доброго поведения и подходящего возраста. Пастыри и стадо – два направления, которым отдавал он всю энергию, всю благодатную силу, полученную благодаря его саму во все время его пребывания в Воронежской епархии. Действуя на пастырей, он через них соприкасался со стадом, входя в личные сношения с ним, он сам становился в ряды пастырей и тем самым нравственно влиял на них. На поле деятельности шла борьба плоти и духа. Тихон понимал свою собственную задачу как роль вождя, указывающего другим истинное христианство, помогающего пастырем и овцам, ему порученным, найти сокровище духа, царство Божие, живущее внутри каждого человека. Воронежские пастыри и посомы были очень далеки от того, чем они должны были быть. Многим священникам он должен был объяснить сущность, таинств и молитв. Всем священникам приказал иметь на руках Новый Завет и читать его с благоговением и прилежанием. Святитель Тихон написал наставление о покаянии, о браке, о таинствах, составил образцы наставлений, как о увещате и преклонятие подсудимых к раскаянию и признанию, как поступать при исповеди, при общении святых тайн болящего и многие другие. Он относился к духовенству как старший брат, и даже когда ему приходилось отдавать строгие приказания, обращался с подчиненными доброжелательно, проявляя глубокое милосердие к провинившемуся собрату. Рассказывает, что однажды, отлучив временно какого-то священника от должности, Тихон взял на себя содержание его и его семьи. Обучать не только грамоте, но и честного жития, страху Божию. Понеже грамота без страху Божия есть ничто иное, как безумному меч. По субботам учителя должны были собирать воспитанников для чтения и пояснения катехизиса православного исповедания и толкования молитв, которые должны быть читаны спокойно и благочестиво. В 1764 году святитель Тихон написал предписание, запрещающее раскольническим суеверам подходить к святым тайнам в течение семи лет. Подобная строгость объясняется невероятными злоупотреблениями, имевшими место в епархии. В самом Воронеже, кроме празднования Масленицы, сопровождаемого пьянством и бесчинствами, на глазах у благосклонного духовенства праздновался языческий праздник Ярила, праздник бога полдородия. Тихон решил раз и навсегда покончить с этим бесчинством. 30 мая 1765 года в самый разгар безобразия неожиданно появился на площади святитель и, грозно обличая смердящий праздник, угрожал отлучением от церкви. Он говорил с такой пророческой силой и пламенной убедительностью, что в один век тут же на глазах святителя толпа разнесла в щепки балаганы и ловчонки и чинно разошлась по домам. Больше праздник Ярилы в Воронеже не повторялся. Святитель молился за свое стадо Богу Милосердному, Спасителю и Искупителю, прося Его, «Возврати, Господи, пленение наше, якопотоки югом». «Вспомяни, Господи, что есть Ты для нас, вещь нашу беду, наша жизнь испорченная, а кетчерь вавилонская рождает детей беззаконных». «Горе нам грешно! Воззови нас к себе, Господи, и мы придем, и обновятся дни наши, и станут, как прежде». Верный своим привычкам, Сихон не удовлетворялся одними лишь порицаниями. В целях нравственного и духовного просвещения народа он велел священникам каждый праздник обязательно говорить проповеди, написал несколько наставлений, как подобает в святые храмы ходить на словословие, всякому христианину от младенчества до смерти, объяснение христианских обязанностей и другие. Наставление об обетах крещения было прибито на стенах храмов. Накануне революции 1917 года его еще можно было видеть в церквах Воронежской епархии. Святитель Тихон очень высоко ставил апостольское служение. Ничто не могло удержать его от посещения страждущей души. Он входил во всякую дверь, лачуги, тюрьмы или гостиной. Одетый в черную рясу, как простой монах, святитель приносил с собой слова участия, горячее сердце и раскрытый кошелек. Строгий к себе, он был сострадателен к слабостям других, без тени суровости и формализма, по отношению к проявившему хоть каплю усердия. Его кротость и смирение не имели границ, и когда ему казалось, что он обидел кого, немедленно просил у него прощения, землю кланяясь. Мелкий люд видел в нем отца и ходатая перед сильными мира сего. Никогда Тихон не забывал, что родился и вырос среди бедных, как и он, христиан. Он любил расспрашивать их об их нуждах, с которыми был знаком по личному опыту, и никто не уходил от него без доброго слова, совета или при надобности безденежной помощи, на что он тратил все свои доходы. Можно не преувеличивая сказать, что святитель Тихон сделал все, что было в его силах для прославления Бога в своей епархии. Духовные плоды от трудов его и нравственное влияние на прихожан почувствовались еще во время его епископства. Граждане Воронежа, увещевая кого-нибудь из своей среды к повиновению Тихону, обыкновенно говаривали, что он Богу пожалуется. Даже пьяная и раздраженная толпа слушалась его, как это было на празднике Ирилы. И то, что это буйное празднество больше никогда не повторялось и после ухода Тихона, свидетельствует о достигнутых им результатах. Три месяца спустя по его приезде в Воронеж он почувствовал уже слабость здоровья и тяжесть архиерейского амафора. 7 августа 1763 года он послал прошение в Святейший Синод, прося об отставке. Как из Москвы выехал я болен, так и ныне нахожусь в той же болезни, еще паче, которую как внутри себя, так и в голове чувствую, почему и литургии служить, и прочих дел по должности отправлять не в состоянии. Тихон просил уволить его от должности и определить в келью, в троице Сергиеву лавру. В ответ на эту просьбу Святейший Синод советовал только обратиться к помощи врачей в надежде, что его молодые годы помогут ему освободиться от болезни. Святитель покорился. Он никогда не забывал, что он не только епископ, но еще и монах, обязанный соблюдать строгий аскетизм. Во время всего своего пребывания в Воронеже он, как и его предшественники, соединял жизнь аскетическую с общественной деятельностью. Огорчения, испытания, работа и нравственные страдания окончательно расстроили его слабое здоровье. Весной 1766 года он возобновил свое прошение. Не получив ответа, послал прошение об увольнении прямо на имя императрицы Екатерины, прося вместе с тем назначение ему небольшого пособия на содержание и дозволение жить в каком-нибудь монастыре Воронежской епархии. Святитель был болен, и это не подлежало сомнению, но это не было единственной причиной, которая заставила его отказаться от должности. Кроме состояния его здоровья была причина личного характера. Еще юношей, задолго до архиерейства, он таил желание жить уединенной отшельнической жизнью. Благодаря этому желанию он и ушел в монашество. Ни возраст, ни архиерейские почести не изменили его. Душа его, видимо, страдала от жизни в мире и соприкосновений с ним. В своем прошении он писал, что уже в крайнюю пришел слабость, так что по своей должности и отправлять дел, которых по здешней епархии много, и трудные мне, по немощи моей, не сносны и служить не могу. 17 октября 1767 года императрица изъявила согласие на увольнение преосвященного Тихона, дозволив ему жить в том монастыре Воронежской епархии, в каком пожелает он сам. 8 числа он уже сдал все свои дела и вещи, принадлежащие архиерейскому дому. Едва освободившись от своих обязанностей, святитель Тихон поспешил провести жизнь, давнишнюю мечту о монастырском житии. Для жительства он избрал Толшевский монастырь в сорока верстах от Воронежа, окруженный непроходимыми лесами и болотами. Местность была сырая и нездоровая, монахи были все из невежественных крестьян, настоятель оказался закоренелым раскольником, грубым и властным. Издавна монастырь этот служил местом ссылки для духовенства и монахов, провинившихся нарушением дисциплины и нравственности. Все же, святителю там нравилось. По словам его телейника Василия Чеботарева, он ездил туда для глубочайшего, безмолвного, богомысленного упражнения. Задонский монастырь расположен на полугоре, близ реки Дона, в 90 верстах от Воронежа. Местоположение в окружности красивое, воздух здоровый. Монастырь в память Владимирской Божьей Матери, невелик по объему. Обитель насчитывало не более 18 монахов. При приезде в Задонский монастырь, архиерей-отшельник устроился в маленьком домике из трех комнаток и кухни, примыкающих колокольней. Благодаря двум документам, доставшимся нам из первых рук, запискам его телейников, нам представляется, что в всех ее мелочах картина жизни святителя в Задонском монастыре. Хотя эти записки содержат главным образом описание мелочей, они дают нам возможность увидеть, как душа святителя поднималась к Богу под действием его благодати. На душу своего избранника Господь действовал так же, как и на души других святых, посредством смирения, самоотречения и борьбы с самолюбием. Рассказывая об условиях, в которых Тихон жил в Задонском монастыре, его телейник говорит, что обстановка его кельи была самая простая. Несколько икон, постель, над ней на стене изображение страдающего Христа, маленький стол с книгами и все. Постель у него была, коверчик послан, да две подушки, одеяла не имел, в келье по крестьянской привычке носил лапти и суконную рясу, опоясывал современным поясом. Сохранившийся до нашего времени портрет свидетеля последних лет жизни изображает его настоящим отшельником, старец с седыми волосами, пристальным и грустным взглядом, держащий в одной руке четки, а в другой посох. Архиерий одет черную рясу и монашеский клобок, на груди по ноге, полуприкрытая отворотом рясы. Распорядок дня у него был такой, заряд заставал его уже на коленной молитве, после чего он шел в церковь и присутствовал на ранней литургии. По воскресеньям и праздникам стоял в алтаре, в будние же дни присоединялся к певчим или сам читал на клиросе. Присутствовавшие с ним на богослужениях часто видели, как у него из глаз текли слезы, держал себя всегда с большим достоинством и сознанием своего сана. Во время пения тебе поем, если замечал, что предстоящие худо молятся или рассеянно стоят в храме, побуждал всех к должной молитве, какой требует важность совершаемого в это время в алтаре священно действия. Ревнуя о проповедании Слова Божия, он наблюдал, чтобы по праздникам неопустительно произносимы были так называемые сенотские поучения и своими замечаниями принуждал к тому настоятеля. Иногда при всем собрании, остановя по замвонной молитве пения, побуждал с выговором к чтению проповеди. Во время пребывания своего в Задонском монастыре святитель почти никогда не служил литургией. В Ризнице не было даже полного архиерейского облачения. У преосвященного была только мантия, амафор и орлец. После литургии, все до обеденное время, святитель посвящал писанию сочинений. Стол его был очень скудным. Во время еды он имел привычку слушать чтение Ветхого Завета. Иногда, заслушавшись или задумавшись над слышанным, забывал еду и начинал плакать. Особенно любил он слушать пророчества пророка Исаии, который часто просил перечесть еще раз. После обеда он имел краткое отдохновение, час, иногда более. Вставший читал жития святых отец и прочие книги. В летнее же время прохаживался в монастырском саду и за монастырем. Никуда и никогда не ходил он и не ездил без псалтири, но всегда при себе имел онную за пазухой и всю ее наизусть читал. Дорогой, куда отъезжал, он всегда читал псалтирь, а иногда и гласно пел, либо какой текст объяснял. В полуночное время один вокруг церкви обхаживал и перед всеми дверьми с коленопреклонением молился и горячие слезы проливал. Прислушаешься бывало, он читает славу вышних Богу и прочие святые псалмы. Перед западными же дверями с полчаса и более моливался, и паки скорыми шагами в келье возвращался. Вечерами и ночью святитель слушал чтение Нового Завета или диктовал свои сочинения келейнику. По словам келейника слово его было скоротечно. Когда что-либо я писал у него, я не успевал писать, а когда не столь дух святый в нем действовал, отсылал он меня в мою келью, а сам встав на колено, а иногда крестообразно распростерт, маливался со слезами Богу, а не с посланий вседействующего. Призвав же паки меня начнет говорить так пространно, что я не успевал иногда рукою водить пером. С наступлением ночи святитель Тихон отсылал келейника и запирался в свои кельи. Он любил проводить это время в уединении и напряженной молитве. Как-то раз ночью в 1770 году в самом начале его пребывания в Задонске, в то время, когда он упражнялся в сочинении об истинном христианстве, видение ему было такое. Размышлял он о страдании Христа, Сына Божия, и увидел аки с горы Голгофы, с самого Христа, идущего к нему Христа, всего ураненного, всего уязвленного, умученного, окровавленного. Святитель в трепете великой скорби и неизглаголанной радости упал к его ногам, чтобы облабызать их. Не ты ли спасителю мой ко мне идиши, радуйся, якотелесными очима, видите Христа, сподобивайся. Воспевает это событие Акафис святителю Тихону. Подвижничество святителя Тихона в Задонске проходило в условиях по человечеству мало благоприятных. Ни настоятель монастыря, ни его насельники в большинстве своем не понимали, на какой духовной высоте находился живущий среди них и какой огромный и редкий подвиг он совершал. Но перст Божий невидимо управлял событиями и вел их к своему прославлению и прославлению своего избранника. От юных лет и до кончины его преследовали и высмеивали все, с кем он встречался на жизненном пути. Так было и в семинарии, так было и в Воронеже, когда его грубо высмеивали крестьяне, так было и в Задонске. Начать с того, что преемник святителя на Воронежской кафедре назначил настоятелем монастыря человека из числа тех, кого святитель Тихон запрещал в служении за нерадение в исполнении долга. После нескольких лет пребывания в Задонске здоровье святителя улучшилось и он окреп, но наряду с этим появилось беспокойство иного характера. Он начал сомневаться в пользе своего уединения. Был ли он прав, оставив епископскую кафедру, и возложенное на него Богом служение? Не было ли это малодушием и не погубил ли он душ вверенных ему Богом? Сомнение в подвиге настолько было невыносимо, что в смущении Тихон не знал на что ему решиться. Оставаться ли покорным промыслу Божию, приветшему его в Задонск, или же вернуться в мир и взять на себя вновь епископские обязанности, как предлагал ему уже не раз друг его, Преосвященный Гавриил, митрополит Санкт-Петербургский. В один прекрасный день он решился на последнее и, написав прошение, стал собираться к отъезду. В это время к нему вошел один весьма уважаемый святителем старец. Узнав о решении святителя Тихона, тот строго сказал ему, «Матерь Божия не велит тебе выезжать, ну так я и не поеду отсюда», и взяв приготовленную просьбу, он разорвал ее. Однако тяжелое состояние его продолжалось и сомнения по-прежнему терзали его. Тихон был скучен и беспокоен, говорит его келейник, по целым дням сидел, запершись в своей келье, ничего не принимал и не вкушал пищи. В часы искушений любил Тихон изливать свои чувства словами 118-го псалма «Благами яко смирил Мюэйси». Он пел этот псалом, свидетельствует его келейник, когда был в мрачных мыслях. Сознавая свою чрезмерную горячность, он начал усердно просить Бога, дабы посетил его какую-либо болезнью, чтобы научить его смиренно мудрю и кротости, и был искренне рад, когда услышал, что паралич временно разбил левую сторону его тела. Когда святителю на его счет настоятелем, рассказывает келейник, он бывало только скажет мне «Возьми сахару голову или виноградного вина бочонок или иного чего и отнеси начальнику. У него может быть нет его». Случалось, что к человеческим гадким поступкам прибавлялись явления чисто демонические. Порой, когда Тихон писал или предавался богомыслию, среди ночи над потолком его теле вдруг слышалась беготня, яростные топанья и прыжки. Преосвященный посылал келейника на крышу посмотреть, что там происходит, но обычно не оказывалось никого. Иной раз днем таинственная сила разбрасывала его черновики, все перерывая и перемешивая. Тогда тоже не могли найти причин случившегося беспорядка. При этих явлениях дьявольской силы святитель Тихон прекращал работу, и ему требовался продолжительный срок времени, чтобы прийти в равновесие и собраться с мыслями. Все эти искушения угнетали глубоко христианский дух святителя. В искушениях, говаривал святитель Тихон, Бог показывает нам, каковы мы суть сами по себе и к чему склонна природа наша, что сокрыто в сердце нашего. На своем собственном опыте он проверил истину этих слов. Приходя в спокойное состояние духа, он делал выводы. Богу так угодно, что и служители смеются надо мною, говаривал он, да я же и достоин сего за грехи мои. Но еще мало и сего. Кроткая и смиренная любовь, характеризующая его, не сразу пришла к святителю. Она была не спослана ему благодатью Божией после долгой внутренней борьбы. В святости святителя Тихона замечательно то, что испытания его были не только ступенями для личности восхождения, подвига самого по себе, но как Господь, возлюбленный им, он мог сказать, освети их истинную Твоею, слово Твое истина есть. Горя любовью к Богу, он не разделял подвига собственного спасения от служения и любви к ближним. В этом святитель Тихон Задонский находится на одной духовной ступени со святым Феодосием или святым преподобным Сергием. Покинув мир для монастыря, а епископскую кафедру для кельи в Задонске, он остался пастырем и душевным врачом. Своим состраданием к тяготам мира, тонкой проницательностью он продолжал пребывать в мире. Он писал для мира, свидетельствовал о Господе миру, упорно идущему к гибели и пренебрегающему своим спасением. Он был христианским и апостольским откликом на безумие века и вольнодумство. В русском благочестии это первая встреча цельного христианского духа с безбожием. Озаряемый божественным светом, святитель Тихон и сам стал светочем для других. В этом и заключается тайный смысл его подвига и вообще подвига старчества. Со дня приезда своего в Задонск святитель стал притягательной силой для всех, ищущих правды, утешения и света. Огромную заботливость проявлял святитель Тихон и к своим недоброжелателям. Вот как он вел себя по отношению к монахам, бывшим зачастую грубыми и непочтительными к нему. Когда им случалось хворать, святитель посещал их по нескольку раз в день, утешал, подбодрял их своими беседами, делясь с ними духовным опытом, снабжал приятной для них пищей и питьем. Господь учит любить врагов. Также помогал он бронившим его и насмехавшимся над ним монастырским служителям, посылая им хлеба и денег. Заметив, что никто не занимается религиозным воспитанием христианских детей, святитель взялся за их обучение. Он их приучал к обедни ходить. И чем же? Когда он в церковь идет, все идут, войдет в переднюю кельи, и они за ним войдут, по три земных поклона положат, единогласно и громко скажут, слава тебе, Боже наш, слава тебе. А он скажет им, дети, где Бог наш? Они также единогласно и громко скажут, Бог наш на небеси и на земли, вот хорошо дети, и погладит рукой у всех по голове, даст по копейке и белого хлеба по куску, а в летнее время по яблоку оделит их. Когда же по слабости здоровья не бывало у обедни, то дети придут в церковь, посмотрят, нет его преосвященства в церкви, они и уйдут вон. Когда же приду к нему от обедни, он спросит, были ли дети у обедни, скажут, что входили в церковь, посмотрели, что нет вашего преосвященства и ушли по домам. Он улыбнется и скажет, это не беда, они бедные ходят к обедни для хлеба и копеек, что ты их не привел ко мне, я весьма радуюсь, что они ходят к обедни. В 1768 году в соседнем городе Ливных был большой пожар, святитель помог пострадавшим, год спустя такое же несчастье преосвященный сам отправился в Воронеж для сбора пожертвований на постройку новых домов по горельцам. Любил он посещать тюрьмы и когда в Задонске был учрежден острог, преосвященный любил ходить туда в ночные часы, как для посещения больных колодников, так и ради подаяния и милостыни. А на Пасху первого дня приходил в тюрьму и со всеми христосовался. Святитель Тихон был первым русским епископом, у которого зародилась мысль дать народу Евангелие в русском переводе. Он хотел было сам взяться за перевод с греческого языка, но здоровье не позволило ему. В Задонске были написаны его лучшие сочинения об истинном христианстве, сокровища духовные от мира собираемые, письма келейные, христианские наставления, об истине евангельского учения и другие. Впервые полное собрание сочинений святителя было издано его другом митрополитом Евгением Болховитиновым в 1825 году в Киеве. Мог ли Господь, чьи щедроты не превзойдены никем, оставаться равнодушным и немым перед таким щедрым милосердием и любовью святителя Тихона? Если он особо очищает души возлюбленных чад, то он и осыпает их великими милостями. Житие святителя Тихона лишний раз подтверждает эту истину. Как сурова была с ним судьба, что же касается до милости Божьих. Мы видим оконченную картину, можно сказать, что среди Божьих чад он был баловнем. Даже в годы земных испытаний он получал знаки исключительной любви Божией. Вспомним видение, бывшее ему в Новгороде. Впоследствии общение с невидимым миром стали еще ближе и еще ярче. Так, в 1778 году в тонком сне было ему видение, видел Богоматерь, сидящую на облацах и около нея стоящих апостолов святых Петра и Павла, а он, стоя перед нею на коленях, просил о продолжении Божьей милости всему миру. 25 декабря 1779 года святитель, вопреки своему обычаю не покидать храма во время богослужений, после чтения Евангелия вышел из церкви и около четверти часа молился на Северной Паперти. Возвратясь, он достоял литургию и благословил народ. Это было последний раз, что он присутствовал на богослужении. С этого дня святитель начал новый подвиг, подвиг затворничества и полного уединения, которому посвятил остаток жизни, проведенной на земле. За 4 или 5 лет до смерти святитель Тихон заказал себе гроб и приготовил все необходимое для погребения. За год и 3 месяца до кончины святитель Тихон видел сон. Он увидел себя в монастырской церкви. Священник вышел из алтаря, неся на руках младенца. Святитель поцеловал младенца в правую щеку и почувствовал, что тот ударил его в левую. Проснувшись, он увидел, что вся левая сторона его тела парализована. Он с радостью принял эту болезнь как знак Божий. С этого дня он не покидал постели. Силы его понемногу угасали, голос ослаб, его было трудно расслышать. Он чувствовал приближение смерти. По просьбе друзей, созванных к нему келейником и собравшихся вокруг его постели, он поднял свою десницу и, указуя на картину распятого Христа, сказал «Господу Богу вручаю вас». Это были его последние слова 10 августа 1783 года. Святитель тихо почил в Бозе на 59 году от рождения. Слава его распространилась в первые же дни после его кончины. Теперь уже не тесный круг, а вся страна, на которую распространял он свою благодатную силу, почитала его как любимого святого. Сколько душ поддержал он и спас, сколько по его заступничеству было неспослано Божьих милостей. 25 августа 1861 года с синодальным указом Преосвященный Тихон был причислен к лику святых и празднование его памяти было назначено на 13 августа день его кончины. В присутствии многочисленной толпы более 300 тысяч человек его мощи были торжественно открыты и положены в гробницу для поклонения в церкви Задонского монастыря. Светильник был поставлен на подсвечник и светил верным всей России. Трагична судьба мощей святителя после 1917 года. Оскверненные 28 января 1919 года так называемые специальные комиссии по освидетельствованию под эгидой ЧК останки святого вернулись в ту же серебряную раку откуда были исторгнуты кощунственной рукой. Русская Православная Церковь не оставляла попыток вернуть утраченную святыню но лишь в 1988 году по случаю тысячелетия крещения Руси чтимые чудотворные останки святителя Тихона были переданы Орловской епархии. Здесь в кафедральном соборе Орла они пребывали до 1991 года когда по печеньям митрополита Воронежского и Липецкого Мефодия мощи святителя Тихона торжественно были возвращены под своды Владимирского собора Задонского Богородицкого монастыря. Произошло это в день памяти святителя Тихона епископа Воронежского чудотворца Задонского. В Задонск на торжества съехалось около трех тысяч паломников а вместе с горожанами пришедшими на торжество общее число паломников составляло пять тысяч. По завершении Божественной Литургии и проповеди был отслужен благодарственный молебен по случаю возвращения мощей святителя Тихона в Задонск. С тех пор мощи Задонского чудотворца святителя Тихона неотлучно пребывают во Владимирском соборе как и в Старь являя неизбывную свою благодать прибегающим к помощи с чистым сердцем наполненным искренней верой. Святителю Отче наш Тихоне моли Бога о нас. Я даду в плавленном воде Главное